И небольшое добавление к материалу пастель, к качеству самой пастели. К сожалению, та коробочка, которую я взяла в магазине, оказалась, пастель оказалась твердой. И, в общем-то, начав ее работать, было довольно-таки все это делать некомфортно. И поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что пастель должна быть не только сухая, но обязательно мягкая. Только тогда вы получите настоящее истинное наслаждение от самого процесса работы. И в качестве хорошей, шикарной пастели я рекомендую вам вот такую пастель от фирмы Faber-Castell. Она может быть самого разного размера. Вот у меня здесь такая маленькая коробочка. В ней 24 цвета. Они, правда, небольшие, вот такие коротенькие карандашики. Но все необходимые цвета присутствуют. И работать ею очень комфортно и приятно. Поэтому конкретно я рекомендую именно вот такую коробочку. Вот такой коробочки для начала будет даже достаточно. Фирма Faber-Castell. Сейчас мы с вами испробуем, как же все-таки она ложится на бумагу. Ну вот возьмем, предположим, вот такую пастельку. Эта пастелька у меня уже использованная, уже проверенная. Поэтому она имеет, в общем-то, не новый вид. Но, тем не менее, конечно, она очень-очень хорошая. Итак, я вот, вот пастелька сама размера вот приблизительно вот такого. Так. Посмотрим, как же ложится пастель на бумагу. Видите, так. И это можно легко растереть пальчиком, эту поверхность. Возьмем другую, такую охристого цвета пастельку. Положим, положим рядышком. В зависимости от нажима, можно плоско, сильнее нажимать, можно легко. И разотрем пальчиком. Вот какая должна быть пастель. Она должна ложиться очень и очень мягко. Возьмем голубенькую. Возьмем коричневую. Благодаря этому, можно действительно добиваться интересных эффектов. Когда вы будете в магазине подбирать пастель, не поленитесь. Откройте эту коробочку и возьмите листочек бумаги. Можно даже любой, в принципе. Это не так важно. И провести, сделать несколько штрихов. И если пальчиком легко все это растирается, тогда пастель это та, которая вам как раз таки и нужна. Я работаю еще вот такой пастелью. Это вот другой тип. Ей тоже, в принципе, немного цветов. Хотя вот они уложены в два ряда. Это тоже вот такие коротенькие брусочки. Она тоже довольно-таки мягкая и очень хорошо ложится. Вот одно удовольствие. Видите, как легко-легко-легко все это можно растереть и добиться различной прозрачности, различной тональности. От темно-зеленого, вот скажем, в данный момент я взяла, до светлого. Вот такие тонны. Не столь важно именно фирма какая-то, название фирмы, сколько качество. А как определить качество, я думаю, вы уже поняли. Продолжение следует...